Сербия, несмотря на давление из Брюсселя, не собирается присоединяться к санкциям в отношении России, своего исторического союзника. Об этом интервью Интерфаксу заявил посол Сербии в России Славянко Терзич. Напомним ранее, еврокомиссар по европейской политике Йоханнес Хан пытался напомнить сербам, что присоединение к санкциям вообще-то одно из главных условий вступления Сербии в ЕС. Матвей Попов разбирался в ситуации. Йоханнес Хан, это еврокомиссар по политике соседства, решил указать сербам на их место. В интервью изданию «Вечерние новости» чиновник назвал санкции против России одним из главных условий вступления Сербии в ЕС. По словам Хана, страны, чья цель вступления в Евросоюз, должны согласовывать свою политическую позицию по ключевым вопросам с ЕС. Ну, при том, что Сербию пока никто никуда не взял, она по-прежнему лишь кандидат на вступление. Российская позиция по этому вопросу известна и была в очередной раз озвучена сегодня. В Москве выразили надежду, что сербы воздержатся от ограничительных мер. Отношение к санкциям мы неоднократно доводили до вашего сведения, считаемых абсолютно нелегитимными, недружественными. Особенно неприемлемы методы, которые используют наши европейские коллеги, убеждая и заставляя другие страны присоединяться к кампании санкционного давления на Россию. Я думаю, что это метод далекий от цивилизованного, особенно в отношении стран, которые стремятся вступить в Европейский Союз. Очень надеемся, что наши сербские коллеги взвесят все обстоятельства, которые связаны с рестиктивным давлением на Россию, учитывая наш добрый, дружественный и стратегический характер отношений с Белградом. Итак, для сепского истеблишмента эти претензии Брюсселя были отличной возможностью определиться с позицией. Однако официальный Белград не спешил воспользоваться этим случаем. Страна экономически зависит и от ЕС, и от России. Так что с окончательным «да» или «нет» санкциям ее лидеры решили тянуть до последнего. Пока, впрочем, обошлось. Премьер Вучич на переговорах заупрямился. Хан не стал его переубеждать. Наша стратегическая цель – это Евросоюз. Что касается территориальной целостности Украины и санкций против России, мы обсуждали этот вопрос. Я должен признать, что мистер Хан был очень добр и не стал настаивать. Интересно, что было бы, если бы Хан проявил настойчивость. К слову, именно за нерешительность сепское руководство уже не раз обвиняли в предательстве национальных интересов. Последним об этом говорил тот, кого многие в стране считают героем – Ваислав Шешель. Он с грустью отметил, а у былых соратников и друзей президента Томи Слава Николича и премьера Александра Вучича теперь уже трудно назвать патриотами. «Худшие политики теперь у власти. И кто они? Наши до недавнего времени ближайшие союзники, наши товарищи. Больно об этом говорить, но те, кто были в первых рядах, когда шли сражения за сербов и Великую Сербию, теперь прислуживают американцам и остальным с Запада». Вместе с тем, пока об окончательном дрейфе Белграда в сторону Брюсселя говорить все-таки рано. Вот что о позиции Кабмина страны говорят сербские дипломаты. «Сегодня наш премьер-министр после встречи с Ханом четко заявил, что пока он находится на главе этого правительства, санкций против России не будет. Очень известно, что премьер-министр Вучич – самый популярный политик в Сербии, что правительство стабильное, что его партии имеет большинство. Поэтому, мне кажется, не имеет никаких слов, либо каких санкций со сторонней Сербии против России». Позицию сербского правительства разъяснила сегодня министр, ответственная за евроинтеграцию. «С Россией у нас особые экономические интересы. И как страна-кандидат в члены ЕС, она эти интересы будет защищать». Матвей Попов, Вести.